Приветствую вас, мои друзья, мои подписчики и случайные зрители. Сегодня мы катаемся с вами по городу Ришино. Видео свое начинаю с набережной Батьяма. Итак, мы в парке города Ришино. Красивый парк, много пальм, всевозможных деревьев. Покатайтесь со мной, увидите что-нибудь для себя интересное. И, конечно, обязательно I love you. Ну, так, друзья, здесь очень интересный дом. Я не мог, он большой, его не проедешь мимо, как парус. Нужно посмотреть. Я даже не знаю, кто там живет, как живут, зачем живут. Ну, зачем, может быть, понятно. Поэтому, в принципе, хочу показать, что еще можно сказать. Блин, я здесь не первый раз, но вот снять решился вот только в этот раз, когда уже приехал на машине, на своей привез скутер. Друзья, это уличный музыкант. Под видео я выложу его данные и ссылку на канал. Пока миссия музыка сегодня будет сопровождать мое видео. Давайте, друзья, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok И так, друзья, продолжим. Я припарковался на парковке Ришинского пляжа. И сейчас, друзья, мы едем в сторону Батьяма. В принципе, набережная идет в сторону Тель-Ивива, но мы не доедем ни до Тель-Ивива, и даже не до Батьяма. Для вас будет интересно просто взглянуть в светлое время, суток, что здесь и как. В основном построены кафешки на одной стороне, и есть они ближе на песке тоже кафешки. Есть которые наверху на сопке, вот лестница наверх. Есть такие кафешки, которые можно спуститься в верхние парковки города Ришина, получается. Кажется, вот впереди, там есть ресторан, с которого можно на лифте спуститься, на коляске. Вот. Ну вот, а я решил таким вот, Макаром, начать с самого начала и ехать в сторону, будем говорить, Тель-Ивива. Люди прогуливаются, отдыхают, работают в магазинчике, в ларечке, киоске. Можно что-то прикупить для пляжа, можно купить мороженое. Надписи на иврите с разу Брестковым не прочитаю. Банкоматы, пожалуйста. Просто взрослые, детьми и мужики здоровые, бугаи, тоже они приехали, тоже хотят кафешки посидеть вечером. Ну, а здесь я уже дальше не поеду. Давайте прокатимся в другом месте. Ребята, это Ришинские кафешки в городе. Здесь немножко, конечно, большая горка. И вот мы с вами проезжаем, слева находятся столики, а справа магазинчики и кафешки. Все они накрыты тентами, всякими возможными зонтами. Кругом разные столы, разные стулья. Есть выпечки, есть мороженое, есть кофе. И чтобы вас не разнообразить, сделаю немножко разные видео. Смонтирую его специально для вас в разном ракурсе, чтобы вам не заскучать. Вот сейчас маленький курьез произойдет. Малыш справа подумал, что мой скутер вот такой красного цвета похож на Миштару. Наш гитарист продолжает играть на улице. Зарабатывает маленькие копеечки. Ой, Миштара! Опа! И вот этот малыш датишный крикнул, ого, Миштара! Ну, правильно, когда у меня есть такой огонек, который как бы отпугивает немножко детишек, чтобы они не лезли под колеса. Такая мигалочка такая. Вот. На камеру она не попала. Ну, вот здесь такая специфическая музыка. Спортсмены, мамы с колясками. Много детей. Красная кафешка. Люблю этот цвет. Давайте, переключимся. Вечерний. Где-то ресторан работает. Так. И вот наш гитарист нам начал играть другую музыку. Здесь мы, ребята, прокатимся побыстрее. Особо к кафешке, да, еще не доехали. Кафешки работают в закрытом виде. И кафешки, которые стоят на песке. Ну, а туалеты сделаны по левую сторону. Специальные здания такие. Куда могут и рестораны пойти в туалет. Давайте перейдем обратно в Риша. В то место, где я показывал вам большое здание парусом. Вот это вот здание такое, как бы... Ну, как бы маяк. Я не знаю, что это такое. И решил вам его просто запечатлеть. Показать. Наверху от птиц, закрытой сеткой, та избушечка. Вот. А сам я нахожусь в данный момент. Мой скутер и я с камерой находимся в парке. Вон тот мужик рукой машет, показывает, где выезд. Чего ж ты там задом, мол, едешь по там. Ну, он не знал, что я снимаю именно это. Очень много водоемов, фонтанчиков. Без этого никак. Чтобы было лучше дышать, и чтобы людям было комфортнее отдыхать в такую жару. Ну, это сам парк вот этот вот, про который я вам говорю. Здесь много всяких ручьев сделано, таких-таких водопадиков. Люди гуляют с собаками, обязательно с пакетиком, чтобы убрать за своим животным. Вот здесь вот кто-то кормит очень много-много-много. Хлебом разбросанным кормят голубей. Вот этот мозг справа деревянный. У меня в другом кадре есть видео, которое я еще не монтировал. Есть, где я по нему катаюсь два раза. Конечно, мой скутер наводит на людей всевозможные удивления, иногда ужас. Так, вправо тоже сделаны кафешки, как бы закрыты. Мы с вами наслаждаемся водой. Водопадом. Помолчим. Поехали. Вот зонты. Очень много пенсионеров в том месте сидят. Им здесь красиво и удобно. Их привозят метаполиты, ухаживающие за пенсионерами. Привозят, они здесь сидят, общаются, попивают какие-то прохладительные напитки, может быть, даже и спиртные. Не знаю, не проверял. Ну вот, мой скутер умудряется ездить и по траве. Ну вот это вот здание в виде корабля. Здесь я выезжал и сейчас опять заезжаю. Это в ту сторону на выезд, где я припарковал свою машину. Вот такие здесь пандусы, как будем говорить, вверх и вниз. Развлекаюсь, катаюсь. Давайте вернемся обратно в парк. Здесь очень много теней, скамеек. Много народу. Просто не все попали в кадр, будем говорить так. Наверное, здесь и разрешается какие-то пикники устраивать, приехать, расстелить материал, катер, накрыть себе поляну. И вот еще одно место живописное. С другой стороны мы видим город, дорогу. А здесь вот такая красота. Настроил в эту сторону камеру. Еще один, ступеньками. Но как же его не показать? Дальше я поеду в другую сторону, друзья. И на этом я буду, наверное, заканчивать. Всех благ, спасибо за внимание. Видео заканчивают на этой ноте. Всем удачи. Продолжение следует...